Единственное, что я прекрасно помню с детства, что нужно ставить крестик в середину. Оль, куда вы хотите поставить нолик? Нижний, правый. Это вот этот? Вы не хотите поменять своё решение? Нет. Уверены? Да. Хорошо, сделаю, как вы говорите. Следующим будет мой ход, и я поставлю крестик, пожалуй. Давайте здесь. Азамат, решение за вами, куда поставим нолик? Нижний ряд посередине. Нижний ряд посередине? Да. Вы крайне внимательны. Теперь мой ход. Почему не спросили, не хочу ли я поменять? Не хотите ли вы поменять своё решение? Договорились. Итак, следующий мой ход, потому что я не могу походить иначе, мне приходится заблокировать вашу потенциальную победу. Александр, я попрошу вас поставить куда-нибудь нолик. Куда? Я не хочу проигрывать в эту игру, я хочу поставить верхний правый угол. Это прекрасная внимательная позиция. Так, получается, вы не просто заблокировали, мне придётся поставить ещё и крестик для того, чтобы не проиграть в эту игру. И последний ход за нолики. Оль, куда завершаем? Серединка. Серединка сбоку? Да. Отлично, хорошо. Вы знаете, у нас получается неожиданный для меня, но вот такой финал. У нас получилась ничья. Такое бывает. Такое бывает, когда играют два сильных соперника. Но я упустил одну вещь. С самого начала я не сказал, что с обратной стороны каждой из этих деталей находится частичка фотографии. Вы принимали решение самостоятельно. Однако я хочу получить маленький результат, который я покажу вам через несколько секунд. Откройте бумажку и назовите ваше число. Ну, я могу сказать 999. Я не знаю, удивит вас это или нет, но как вам? Вот такое совпадение.